тема сегодняшней лекции неравенство и стартификация я постараюсь ответить на вопрос можно ли устранить неравенство между богатыми и бедными и так первый вопрос утопия карла маркса коммунизме маркс мечтал о коммунизме где будет установлено полное социальное равенство между людьми экономическое политические правовое где исчезнет эксплуатация человека человеком отмена эксплуатации означает отмену социального контроля и социального конфликта эта идея маркса является по моему мнению утопией так как построить социальную структуру без отношений социального конфликта и социального контроля не представляется возможным в принципе например попытка анархистов отменить государства неизбежно приводит к захвату власти бандитами так произошло при попытке нестора махно устроить анархистскую революцию на украине в годы гражданской войны хотя борьбу махно против большевистского режима и защит в защиту интересов трудового крестьянства следует оценить положительно ну то есть махно говорил власть рождает паразитов то есть полицейских чиновников давайте их уберем и будем жить свободные личности но в итоге получилось что власть получили бандиты сам нестор махно был бандитом если люди будут иметь одинаковый доход то есть они равны будут то они совершенно перестанут работать и наступит экономическая разруха весь мир учился на наших ошибках и делал выводы о том как не нужно строить социальную структуру второй вопрос причина неравенства с точки зрения дюрк гейма причина неравенства это необходимость поощрять самых лучших во всех обществах одни профессии считаются более важные чем другие в примитивных обществах самыми уважаемыми профессиями были воины и целители в общинах пуритан самая важная профессия это профессия священника в современных обществах самая важная профессия это профессия банкира и предпринимателя инженера и врача тот человек который выполняет главную функцию в обществе имеет максимальное количество престижа и материальных благ это справедливо второй причиной неравенства является разный уровень таланта у людей а самых умелых нужно вознаградить за их заслуги самые умелые должны выполнять самые важные функции во все времена самым важными функциями были роли священника управляющего и техника с другой точки зрения с точки зрения теории конфликта причин неравенства это защита привилегий власти кто контролирует общество и власть тот имеет возможность извлекать выгоду лично для себя неравенство это результат уловок влиятельных групп стремящихся сохранить свой статус Роберт Михельс вывел железный закон олигархии олигархия складывается всегда когда численность организаций превышает определенную величину то есть 10 тысяч человек не могут обсуждать вопрос перед каждым делом они получают обсуждение вопроса руководителям по моему мнению неравенство это неизбежное следствие конфликта и предпосылка контроля победитель должен быть богаче побежденного иначе нет смысла вступать в конфликт контролер должен быть богаче и сильнее объекта контроля иметь статус руководителя и авторитет чтобы иметь возможность применить экономические административные и моральные санкции или телесное наказание к объекту контроля богатство престиж и власть это призы победителю и средства для применения санкций современное общество построено на равенстве возможностей и на неравенстве результатов труда другими словами в современном обществе люди вступают в конфликт и рыночную конкуренцию где все имеют равные шансы на победу и никто не имеет преимуществ и привилегий на победу но в результате этого конфликта самые талантливые из них выигрывают и становятся экономическими контролерами частными собственники предприятий а проигравшие объектом контроля наемными работниками частные собственники по заслугам имеют больше богатства престижей и власти по сравнению с наемными работниками при капитализме у контролеров не существует привилегии гарантируя свой высокий статус своим детям частные собственники могут лишь помочь своим детям получить этот статус с помощью платного образования личных связей и соответствующего воспитания Джон Массионис задает вопрос действительно ли оплата труда отражает вклад человека в развитие общества является ли обоснованной такая высокая степень социального неравенства когда ведущая телевизионных передач о про Уинфри с доходом в 100 миллионов долларов в год зарабатывает за два дня больше чем президент США Джордж Буш за целый год на посту президента Сможет ли кто-нибудь утверждать что вести ток-шоу важнее чем руководить страной В странах с рыночной экономикой размер заработной платы зависит от соотношения на рынке труда спроса и предложения Звезды кино и шоу-бизнеса, выдающиеся спортсмены, авторы популярных песен, удачливые менеджеры и другие профессионалы обладают редкими талантами на которые спрос превышает предложения поэтому эти звезды так много зарабатывают по моему мнению, рынок это лучший критерий профессиональной пригодности лучше этого критерия ничего не создано другим регулятором уровня доходов является государство при социализме государство платило своим гражданам не за общественную ценность их труда а за уровень занимаемой должности поэтому правители жили как цари, а другие граждане были равны в нищете рынок является лучшим регулятором по сравнению с государством но государство должно дополнить и подправить рыночное распределение благ с помощью больших налогов на доходы богачей следующий вопрос изменение степени социального неравенства в процессе истории Вильфредо Паретто считал, что степень экономического неравенства доля богатых людей в составе населения вещь постоянная Карл Маркс считал, что в современном мире происходит процесс экономической дифференциации богатые все больше богатеют, а бедные все больше беднеют средний класс исчезает по мнению Маркса то есть Паретто считал, что процент богатых людей постоянно скажем 5 процентов а Маркс считал, что богатых людей все меньше и меньше Петерин Сорокин опроверг эти гипотезы с фактами в руках и доказал, что уровень экономического неравенства колеблется с течением времени около одной постоянной величины около 5 процентов слишком сильное усиление степени неравенства или равенства одинаково чревато национальной катастрофой и потрясениями слишком сильное усиление неравенства приводит к тому, что узкую группу миллионеров легко свергнуть или уничтожить как показал опыт Южной Америки олигархические режимы очень нестабильны опыт политики военного коммунизма в России показал, что после декрета 1918 года когда разницу в доходах ограничили соотношением 175 к 100 тогда наступила разруха и голод то есть самый богатый при социализме получал 175, скажем, рублей а самый бедный 100 ну и разруха и голод наступил вот тебе и равенство большая доля представителей среднего класса дает устойчивость в политической системе Джерард Ленский сравнил этапы развития общества с точки зрения неравенства и обнаружил в обществе охотников и собирателей растений например, у бушменов юго-западной Африки или аборигенов центральной Австралии неравенство имеет место в наименьшей степени то есть, ну все бедные почти одинаково второе в садовольческих обществах где для возделывания земли используется только мотыга наибольшим влиянием пользуются политический лидер купец и священник степень социального неравенства невысокая ну просто мало производят невозможно неравенство большая степень неравенства неравенство наиболее ярко проявляется в аграрных обществах где для возделывания земли используется плуг здесь возникла наследственная монархия и рабовладение то есть максимальная степень неравенства в промышленных обществах неравенство и концентрация власти меньше чем в аграрных следующий вопрос критерии неравенства Макс Вебер ну Макс Вебер это именно тот который написал книгу протестантская этика и дух капитализма я о нем говорил в одном из роликов о религии так вот Макс Вебер выделил три критерия неравенства это богатство престиж власть три критерия по которым люди отличаются Бенджамин Барбер добавил еще три менее важных критерия неравенства это первое уровень образования люди отличаются второе степень религиозной и ритуальной чистоты при кастом строя в Индии и третье ранжирование по родственным и этническим группам с помощью первого критерия можно измерить степень неравенства по разнице в доходах то есть по степени богатства с помощью второго критерия по разнице в почете и уважении тоже отличаются люди с помощью третьего критерия по количеству подчиненных то есть власть измеряется количеством подчиненных кто имеет больше подчиненных ну тот более занимает высшую должность иногда иногда обнаружится противоречие между критериями например профессор и священник сегодня имеют невысокий доход но пользуются большим престижем а вот главарь мафии богат но его престиж в обществе минимален богатые люди по статистике живут дольше и меньше болеют на карьеру человека оказывают влияние богатство раса образование род занятия родителей и личная способность руководить людьми ну эту способность руководить людьми можно измерить уже в школе я проводил исследования социометрические исследования на лидеров то есть уже в школе можно найти потенциальных руководителей начальников высшее образование позволяет легче продвигаться по служебной на лестнице в крупных компаниях чем в мелких следующий вопрос фигуры неравенства первая фигура пирамида вторая фигура ромб ширина фигуры по горизонтали означает количество людей с данным размером дохода количество людей ну понятно что в пирамиде там масса людей нищих и маленькая кучка элиты а в ромбе наоборот очень много людей среднего класса на вершине фигуры находится элита за последние сто лет западное общество проделало эволюцию от пирамидальной структуры к ромбовидной в пирамидальной структуре существует громадное большинство бедного населения и маленькая кучка олигархов в ромбовидной структуре велика доля среднего класса ромбовидная структура является более предпочтительной по сравнению с пирамидальной так как в первом случае многочисленный средний класс не позволит кучке бедняков устроить гражданскую войну а во втором случае громадное большинство состоящее из бедняков может легко опрокинуть социальную систему устроить гражданскую войну и бессмысленную бойню то есть убить олигархов задача российского общества состоит в том чтобы перейти от пирамидальной фигуры неравенства которая существует в россии сегодня кромбовидной говоря проще нужно избавиться от олигархов в россии кстати путин это и делал следующий вопрос социальная стратификация социальная стратификация это расслоение общества уорнер выдвинул теорию о престиже различных слоев общества на основе высказывания людей друг от други в россии сегодня существует пять слоев общества первое слово богатых аристократов в россии не существует так как большевики их уничтожили или выслали из страны те аристократы которые сегодня вернулись из-за рубежа не обладают большим богатством население современного западного общества делится по мнению этого уорнера на шесть слоев первый слой высший слой высшего класса это богатые аристократы например принц чарльз сегодня он стал королем в британии после смерти матери второй слой низший слой высшего класса это миллионеры в первом поколении которые часто связаны с преступным миром выставляют на показ свое богатство сумели прорасти сквозь асфальт иногда связаны с преступным миром обладают сильным характером наглостью и феноменальной предприимчивостью например миллионер владимир алексеевич бренцалов демонстрировал по телевидению свой дорогой коттедж и золотой унитаз ну чем он занимался бренцалов да он владел заводами которые производили спирт то есть делал паленую водку ну видимо его контролирующие органы разорились ведь он нищий нефтяной олигарх михаил борисович ходорковский оказался на скамье подсудимых за махинации в процессе незаконной приватизации неуплату налогов но он организовал убийство поэтому отсидел срок и уехал за границу еще один пример нефтяной олигарх роман абрамович купил английский футбольный клуб челси но сегодня часть денег у него отобрала британское правительство так третий слой высший слой среднего класса это высоко образованные интеллектуалы врачи юристы деловые люди владельцы капитала то есть ну мелкие предприниматели это эти интеллектуалы сумели изобрести выдающиеся изобретения и получить большую прибыль от продажи этого изобретения например Билл Гейтс изобрел компьютерную программу Windows и стал самым богатым человеком в мире другой пример глазной врач Святослав Федоров применил конвейер ромашку в процессе хирургической операции что позволило снизить стоимость операции ну потом он погиб разбился в вертолете в личном вертолете следующий четвертый слой низший слой среднего класса это канцелярские служащие секретари кассиры рядовые врачи школьные учителя и другие белые воротнички но в россии они имеют низкий доход в россии учителя зарабатывать меньше чем даже более низший слой чем квалифицированные рабочие но я поработал и учителями электриком то есть квалифицирован рабочим могу сравнить что зарплата у электриков выше чем у школьных учителей итак пятый слой высший слой низшего класса это квалифицированные рабочие синие воротнички к ним относятся квалифицированные электрики слесари по ремонту контрольных измерительных приборов и автоматики сварщики токари водители автомобилей и так далее ну и последний шестой слой низший слой низшего класса это бездомные бродяги нищие преступники и безработные следующий вопрос различия между между историческими формами социальной стратификации эти исторические формы социальной стратификации различаются по степени строгости фильтров на этажах социальной стратификации итак первая форма это касты это группа людей в социальной иерархии где социальные лифты полностью выключены поэтому люди не имеют никакой возможности сделать карьеру если твой отец был там ремесленником то ты тоже останешься ремесленником в Индии и твой сын будет ремесленником и никуда он не поднимется и не сделает карьеру так вторая историческая форма это сословия это группа людей в социальной иерархии где строгие фильтры сильно ограничивают социальную мобильность и замедляют движение лифтов третья историческая форма слои ну это при капитализме это группа людей в социальной иерархии где социальные фильтры не создают никаких искусственных препятствий для желающих сделать карьеру единственным условием для этого служит наличие у претендента таланта и финансовых средств то есть никто не мешает делать карьеру финансовые средства часто являются доказательством наличие у претендента таланта и предприимчивости существует спор о том в чем состоит сущность социального класса это понятие ввел Карл Макс социальный класс по моему мнению социальный класс это большая группа людей занимающих определенное место в системе социального контроля эксплуататорский или высший класс это группа людей которые являются контролерами в обществе эксплуатируемый или низший класс это группа людей которые являются объектом контроля в обществе средний класс это группа людей которые находятся вне системы контроля или занимают промежуточное положение в системе социального контроля между контролером и объектом контроля то есть эти представители среднего класса с одной стороны являются контролером по отношению к низшим инстанциям а с другой стороны они являются объектом контроля со стороны высших инстанций социального контроля когда организация разрастается то частный собственник физически не может контролировать трудовую деятельность всех наемных работников поэтому контролер вынужден нанимать для этой цели посредников прежде всего это мастер и бухгалтер которые от его имени контролируют труд наемных работников другими примерами представители среднего класса являются преподаватель полицейский чиновник армейский офицер фабричный мастер инженер менеджер такие предприниматели как мелкие фермеры ремесленники мелкие торговцы находятся вне системы социального контроля они не являются ни контролером ни объектом контроля а контролируют сами себя из страха разориться на рынке белые воротнички из среднего класса в отличие от синих воротничков из низшего класса производят информацию а не услуги и не товары то есть они производят услуги а не товары эти белые воротнички так следующий вопрос касты кастовый строй неизбежно приводит к вырождению бессилию элиты и к восстаниям плебеев которые вопреки их потребностям запрещено делать легальную карьеру по этим причинам внешний враг может легко завоевать кастовое общество элита такого общества является слабой и изнеженной а плебеи не навея свою элиту кастовый строй построен на пороховой бочке кастовое общество в Индии было легко завоевано мусульманами под руководством бабура завоевателя а затем Индия была завоевана англичанами с помощью сипайских армий где рядовыми солдатами были сами индусы сипаи в Индии было четыре основных касты или четыре варны от санкритского цвет итак первая каста брахман или жрец он носил одежду белого цвета вторая каста кшатри или воин он носил одежду красного цвета третья вайшья или земледелец ремесленник и купец одежда желтого цвета ну и последняя четвертая каста шудра или слуга одежда черного цвета кроме этих четырех каст был еще один социальный была еще одна социальная группа изгоев чандала или неприкасаемых их обязанностью было собирать мусор и трупы падших животных на улицах города ну в Индии они там жили как сказать вегетарианцы они коров не ели свиней не ели ну и поэтому эти коровы бродили как бродячие собаки по городу ну и умирали иногда от голода их никто не кушал исследователи из института человеческой генетики взяли пробы крови у представителей различных каст и сравнили их с генетической базой данных африканцев европейцев и азиатов сравнительный генетический анализ по материнской и отцовской линии произведенный по пяти наследственным признакам позволил обоснованно утверждать что люди высших каст явно ближе к европейцам это в Индии ну это потомки арийцев которые развивали Индию в древности это высшие касты люди низших каст они ближе к азиатам к азиатам среди низших каст в основном представлены те народы Индии которые населяли ее до вторжения арийцев эти вот древние жители это носители дровицких языков языков мунда андаманских языков в феодальной своей формальной 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 отмены подобная кастовая структура была в южной Африке в период апартеида политика политика апартеида означало принцип раздельного проживания 5 миллионов белых людей европейского происхождения в основном потомки голландских немецких и английских переселенцев обладали всей полнотой богатства и власти эти белые доминировали над 35 миллионами чернокожих жителей страны между ними находилось 3 миллиона людей смешанные расы цветные и 1 миллион азиатов ну это индусы в основном апартеид был узаконен в 1948 году чернокожее население было лишено всех гражданских политических прав и выселено в бантустаны то есть в резервации белые жители считали чернокожих жителей низшими существами вооруженное сопротивление чернокожих жителей и критика со стороны мирового сообщества привели постепенное отмене политики апартеида ну и сегодня эти представители черной расы убивают белых белые вынуждены уезжать из страны ну в общем и так далее так что ничего хорошего по моему мнению рабский труд под страхом телесных наказаний неэффективен по сравнению с трудом наемных рабочих которых принуждают к труду с помощью экономических стимулов то есть с помощью премии штрафа в этом состоит главная причина краха системы апартеида в ЮАР это причина краха системы рабства негров в южных штатах США в 19 веке ну и система гулага СССР тоже была по этой причине неэффективна то есть в гулаге сегодня заключенные работают за деньги а не за пайку хлеба это хорошо они работают хорошо да эти зэки сегодня воюют на Украине за хорошие деньги зарплата 300 тысяч это самые лучшие солдаты сегодня в российской армии ну это группа Вагнера в 1994 году президентом ЮАР стал чернокожий борец за гражданские права Нельсон Манделла что означало окончание правления белого меньшинства несмотря на впечатляющие политические реформы социальная сертификация в ЮАР и сегодня основана на расовой принадлежности даже имея право на частную собственность одна треть чернокожих жителей страны является безработными и живут в ужасающей нищете в жалких лачугах построенных из всякого хлама без центрального водоснабжения и канализации таким образом отмена каст не означает отмены расслоения людей на богатых и бедных следующий вопрос сословия в средние века в англии было три сословия первое наследственная аристократия второе священники третье третье сословие доля аристократов в англии составляла пять процентов среди всего населения аристократы владели землей считали торговлю и любой труд как недостойное для себя занятия эти аристократы были профессиональными воинами и правителями они тратили время на пире совершенствование мастерства верховой езды и ратного отдела лелеяли свой утонченный вкус занимаясь живописью музыкой и литературой чтобы исключить раздробление земельных владений между наследниками существовал закон первородства согласно которому земельные владения переходили целиком старшему сыну или старшему брату другие наследники были вынуждены искать другие источники доходов они становились военными адвокатами или священниками духовная власть священников была подкреплена земельными владениями монастырей то есть эти священники были собственниками земли крепостных крестьян гарантированное будущее дочерей аристократа зависело от удачного брака к третьему сословию относились крестьяне ремесленники и купцы некоторые из них заработали столько денег что смогли бросить вызов аристократам и организовать английскую буржуазную революцию сегодня аристократы вынуждены продавать свои титулы с молотка на аукционе например в в 1996 году граф спенсер брат принцессы Дианы выставил титул лорд Уимболдонский на продажу чтобы выручить за него 100 тысяч долларов требующийся на ремонт водопровода в одном из его особняков в россии было шесть сословий первое дворяне второе священники третье сословие купцы четвертое казаки пятое мещане шестое крестьяне дворяне и священники были привилегированным сословием и имели три привилегии в россии первое не платили налоги второе могли не служить в армии третье их нельзя было подвергнуть телесным наказанием то есть их не били кнутом мещане и крестьяне были податными сословиями и имели три противоположных повинности то есть мещане и крестьяне платили налоги были обязаны служить в армии и не могли их могли подвергнуть телесным наказанием по решению суда то есть их били кнутом купцы и казаки были полупривилегированным сословием купцы первой и второй гильдии были такими же привилегированными как дворяне а купцы третьей гильдии были податным сословием как мещане казаки казаки они не платили налоги и наделялись землей они служили в пограничных войсках их били кнутом по решению казачьего круга а не по решению суда сословные привилегии в россии были феодальным пережитком которое необходимо было отменить ну и последний вопрос классы по моему мнению понятие социальный класс это несколько устаревшие марксистское понятие это понятие было введено карлом марксом этот утопист считал что история человечества есть история борьбы противоположных классов друг с другом рабов против рабовладельцев крепостных крестьян против феодалов наемных рабочих против капиталистов при первобытном обществе антагонистических классов еще не было а при коммунизме классы и классовая борьба должны исчезнуть ну понятно что коммунизм это утопия следует подвергнуть критике эти утопические взгляды маркса итак первое сегодня существует шесть социальных слоев а не два противоположных класса как маркс считал таким образом по мнению макса вебера маркс искусственно упростил социальную структуру исказил действительность стремясь подогнать ее под свои утопические аксиомы средний класс занимает промежуточное положение между высшим и низшим классом и является посредником в процессе социального контроля высший класс контролирует низший класс с помощью среднего класса например главным представителем среднего класса является чиновник менеджер управляющий надсмотрщик которые от имени представителей высшего класса следят за соблюдением норм и дают команду на применение санкций против нарушителей этих норм из числа представителей низшего класса дальше бухгалтер полицейский и палач ну это тоже средний класс которые имеют полномочия непосредственно применять санкции ну то есть палач непосредственно бьет кнутом ну то есть они применяют телесное административное наказание премию и штраф против нарушителей норм второе отношение между контролером и объектом контроля между эксплуататорами и эксплуатируемым классом по терминологии маркса нельзя свести к одному конфликту между ними контролер и объект контроля большую часть времени прекрасно и взаимовыгодно сотрудничают друг с другом с другой стороны маркс был прав в том что классы отличаются друг от друга по месту в системе социального контроля таким образом если отбросить утопические прогнозы маркса о коммунизме то понятие социальный класс можно оставить в арсенале терминов пригодных для социологических исследований классовая система общества в процессе истории постепенно становится меритократии что означает власть заслуженных людей от английского merit заслуга которая в свою очередь происходит от латинского достойной похвалы в латинском процент «маркс»